Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня иду в театр с Еленой Петровной Маркосян. Я ее пригласил, мы будем в театре. И когда вы приходите в театр, музыкальное действие, симфония, балет, всегда в начале есть увертюра, всегда есть вступление. Вот к началу, то музыкальное вступление, которое задает тему, интонацию, атмосферу, настроенность. Я к чему? Мы, коллеги, и кто смотрит наш сайт, наверное, обратили внимание, что уже второй год ежемесячно выходит электронная газета нашего общественного движения, которая также называется «Украинский выбор». Газета, которая фокусирует в себе лучшие материалы нашего сайта, поднимает какие-то темы, и делает такой целостный образ, такой информационный тех событий, которые происходят в стране, о которых мы думаем, что-то делаем. Она гуманитарная, она просветительская, она образовательная. Она о людях, которые объединились под вот этим названием «Украинский выбор», которые этот выбор делают, сделали и работают на благо нашей Родины. И возникла идея, когда Василий Анна Петровна обсуждали очередной, вот уже 17-й номер мы готовим к выпуску, а неплохо бы сделать такую вот прелюдию к газете, вступление, да, в видео. То есть вот еще было такое понятие «живая газета», да, когда вот выходили на сцену и вот газету изображали. Вот такое вступление к газете. Этот номер будет посвящен достаточно актуальной теме, теме молодежи. Как говорила героиня одного фильма, я знаю такая пожилая женщина, я знаю нашу, хорошо знаю нашу молодежь, я постоянно смотрю телевизор, но нам телевизора не надо, мы видим все, что происходит у нас за окнами, и часто, так сказать, встречаемся, видим эти молодые лица, иногда красивые, иногда не очень, иногда открытые, а иногда закрытые, да, в балаклавах. И вот событие, которое было недавно, когда сорвали нашу конференцию, мероприятие, пришли молодые люди, так это уверено, что вот мы тут главные, а кто тут собрались, какие-то дедушки, академики, Национальная академия наук Украины, люди, которые эту страну сделали, да, которые вот создали фундамент, философию, науку, все, все, чем живут и пользуются эти молодые люди, это дедушки, которые тут почему-то собрались, и мы будем разбираться, о чем вы тут вообще говорите. Зацепило, зацепило. Вот, решили об этом поговорить на страницах нашей газеты, сейчас готовим эти материалы. Почему, Лена, вот с твоей точки зрения, вот молодежь, да, казалось бы, молодые, везде у нас дорога, и казалось бы, вот активность надо приветствовать в политике, там, и так далее, но вот ощущение какого-то перегиба, перекоса, и вообще, как бы, вот такого вот ненормальности в том, что мы видим, говоря о молодежи сегодня. Во-первых, я вам скажу, я скажу тебе, Сереж, так, почему это происходит, для меня абсолютно очевидно. Была такая иллюзия, это авантюра и утопия, что нам нужно очень срочно омолодить, значит... Обновить. Обновить и омолодить и власть, и все на свете. Потому что вот эти вот все старики, они, дескать, вот такие-сякие, плохие. Уже сколько можно ждать. И это, конечно, сейчас я могу сказать, что у нас омолодилась власть, да, она стала помоложе, результат ноль, я говорю, позитивнее, если обсуждать, вот итог конечный, да, все попытки его омолодить так или иначе, как бы на Майдане проявились. У нас первый Майдан действительно был молодежный, и вообще первый Майдан он был молодежный. Но это не решило никаких проблем. Почему? Потому что существует такое понятие, как социальные лифты. Они должны работать. А работать они могут только тогда, когда есть критерии. Что такое лифт? Ты заходишь, нажимаешь кнопочку и едешь. Но чтобы нажать эту кнопочку, ты должен как в этот лифт зайти, и какую именно кнопочку нажать, на какой этаж. Цель, смысл, твоя готовность. Цель, смысл и твоя профессиональная пригодность. Умение соперничать, в том числе и с более пожилыми. Когда система экономическая здоровая, здоровая система экономических отношений, и внутри структура она здоровая, тогда эти лифты работают автоматически. И происходит естественное обновление, развитие. Для того, чтобы оно происходило, нужно понимать, что нет пожилых людей в структурах власти, на любой руководящей должности. Их не существует там просто так. Они всегда носители реального опыта, мудрости. Они знают эту систему. И для того, чтобы в присутствии их рядом заявить о себе, нужно иметь немножко больше профессионализма, видеть немножко дальше, уметь это показать. Нужно быть просто умнее. Когда система нездоровая, то действуют другие механизмы. Папины дочки, мамины сыночки и так далее, и так далее. Победители конкурса красоты. Победители так называемых конкурсов и тому подобное. То есть отсутствие социальных лифтов – это, безусловно, проблема. Но есть еще и другая проблема. Это проблема, которая, как бы я сказала, проблема быстрых проектов, быстрой жизни. Когда кажется, вот должна прийти эта власть, раз палочка взмогнула, какой-то один закон написала, и у нас все сразу стало хорошо. Это как болельщики на футбольном поле, да? Мазила, да? Да, покричали, гол забили и победа. А жизнь она немножко другая. Понимаешь, быстрые проекты, они предусматривают и очень мелкие критерии. Быстрые проекты – это что? Полученный результат. Вот он какой. И когда для тебя результат – первое место, а не победа по-настоящему, да? Просто первое место быстрее прибежал. И ты не хочешь видеть, что для этого нужно 10 лет тренироваться. Тебе кажется, что победа – это вот эти вот несколько секунд, когда ты бежишь по дорожке. Нет. Победа, она рождается совершенно в другом, в работе. Причем многолетней. А у нас не любят много работать. У нас не хотят ждать долгих результатов. У нас вообще исчезло из лексикона слово усердие, тщательно. Но государство, давай говорить о том, что государство сделало для этого все. Она закрыла все горизонты. Она увела все мечты молодежи за горизонт. То есть они есть, они никуда не делись. Но как к этому прийти – непонятно. Поэтому как стать депутатом? Вот приходили вот эти вот ребята, которые тут кричали «я воевал», там, да-да-да. Как прийти им к благополучию, к осуществлению своей мечты? Очень короткий путь. Забрать. Не забрать. В том-то и дело. Быть на плаву, шуметь погромче, пройти в депутаты. Вот, вот же ж, вот же ж, больше ничего за этим нет. Если бы за этим было. Те, кто не хотят идти в депутаты, даже придя после АТО, они не очень сильно всем рассказывают, что они ушли из АТО. Они что, хотят депутаты? Нет. Они хотят землю. Они хотят получить землю и забить на эту власть. Потому что у них уже другие жизненные ориентиры. И они готовы, они хотя бы видят, как это может быть осуществлено. И их мечта, и их желание. Понимаешь, мы же живем в жлобской стране. Причем власть эта жлобская с первого момента создания независимой Украины. Вот ты когда-нибудь ездил? Ты же ездил по Украине. Едешь, просторы невероятные. Подъезжаешь к какому-то селу, нарезанные квадратики там по пять суток, по шесть суток. Вот, понимаешь, человеку, вот как называется, да, дается как огрызок с барского стола. А то, что его есть, ему принадлежит. В его стране. В его же собственной стране. И так везде и во всем. Когда тебе там надо построить какой-то... Дети у тебя поженились, им жить негде. Квартиру ты не получишь, потому что у тебя частный сектор. Что ты делаешь? Ты над гаражом строишь им комнату. Комната над гаражом, за перегородкой унитаз, за второй перегородкой кухня. Жлобская страна. Жлобское отношение к людям, к их мечтам, к их планам. Молодежи-то не нравится? Понимаю. Молодежь-то сумела сказать кому-то? Никому. Молодежь идет в отрыв. Она хочет прийти во власть, думает, что там, как вот получил депутатский мандат, и тут же, пожалуйста, тебе не комната над гаражом, а квартира за государственный счет. Не работа какая-то интересная, в которой ты что-то понимаешь и можешь сделать, а куча помощников, которые будут за тебя речи писать, доклады, статьи, рассказывать, какую кнопку нажимать. Вот какой подход. Вот в чем проблема. Проблема в том, что молодежь не понимает, что придя с такими установками в будущее, она построит страну, в которой дети. Вот чуть-чуть ты прозевал, чуть-чуть прошло 10 лет. С тобой поступят так же. И с тобой поступят точно так же, потому что выйдет следующий выпуск в каком-нибудь колледже. Которых тоже нет социальных лифтов. Которых тоже нет социальных лифтов. Но это при всем при этом, при этом ужасном отношении к молодежи, вот государственное, отсутствие вот этой вот безнравственной государственной молодежной политики, которая есть в нашей стране, при всем при этом, да, я не могу не сказать, просто убеждена, что у нас есть замечательные молодые ребята, умные, талантливые. Мы их знаем. Но они настолько разуверились, что они готовы бросить свою страну, они готовы уехать, они готовы учиться, они этого хотят и желают, потому что они не видят здесь никакой возможности что-то сделать. И, к сожалению, я должна это сказать с горечью, наверное, потому что это и меня, наверное, касается, и всех людей нашего возраста касается, что люди пожилые для них не стали, перестали быть авторитетом и уважаемыми в этой стране. Потому что якобы вот из наших рук, из-за нашего чего-то такого, что мы сделали и не сделали, не получили эту страну, дети, к сожалению, очень поздно обучаются видеть собственные результаты, собственных усилий и собственных ошибок. Это приходит с возрастом. С возрастом там молодёжь, которая вышла на Майдан в 2004 году, сейчас этим ребятам сколько? По 30. Они уже иначе посмотрели на второй Майдан через 10 лет. Они иначе посмотрят на своих родителей. Но тогда уже будет чуть-чуть поздно. Немножко поздно. Они получат этот плевок себе в лицо. Я не хочу говорить, что это будет со всеми, но это будет. Это внутренне будет. И в этой ситуации нам нужно садиться за серьёзный стол переговоров с молодёжью. Нам нужен социальный договор поколений. Потому что я очень хочу, чтобы наша молодёжь понимала, что без неё мы эти лифты не поможем построить. Мы знаем, мы видим и понимаем, что они нужны. Мы даже готовы понять и подсказать, и помочь их выстроить. Но если молодёжь будет опираться на битые, балаклавы, автоматы и нежелание, неспособность слышать других, они окажутся за чертой здравого смысла очень быстро. И оттуда практически никогда уже не вернутся. Поэтому вот тут очень сейчас важно объединение общества и по возрастному критериям. Нужно принятие наших общих ошибок, каких-то заблуждений, каких-то просчётов. Нужно садиться за стол переговором мужскому и женскому миру. Тут тоже есть проблемы. Но я думаю, что наша цель, и в том числе и этой газеты, должна показать не только бессмысленность установок на омоложение власти. Это бессмысленная на самом деле установка. Власть должна быть мудрой. Она должна понимать свою ответственность за всё, что делает. Но мы постараемся ещё и пригласить вас к этому диалогу, сформировать вот такую чёткую установку, что самое главное, что сейчас нужно для Украины, это состояние толерантности, возвращение к диалогу. Мы действительно не убеждены, что сбитыми диалог невозможно выстроить. Но мы стараемся делать всё, чтобы он был. И диалог в самом широком смысле этого слова. Между молодёжью и людьми пошлого возраста, между шахтёрами и железнодорожниками, между политиками и непарламентскими политическими партиями, между бизнесом и обществом. Диалоги, которые отсутствуют. Вот самопонимание ценности и значимости диалога, я думаю, что это та тема, эта идея, которую мы будем пытаться продвинуть в нашей газете на протяжении следующих и первого выпуска. Я ещё добавлю ещё. Мне кажется, что, может быть, уж точно площадками для такого разговора, точками роста этих смыслов и пониманий, ухода от этой, не знаю, какое слово подобрать, потому что мы, так сказать, видим, наблюдаем, является семья. Семья – это уж точно то маленькое государство, в котором вот вы сели за стол – отец, мать, дети или ещё как-то и так далее. Всегда можно поговорить, всегда можно поискать смысл, задать вопросы. Распалась связь времён, распалась, да, вечный гамлетовский вопрос. Но мы взрослые, да и дети, ведь очень много. Я вот вчера буквально встречался с ребятами, со школьниками, когда я проведёл с ними встречу, как они внимательно слушают, как они благодарны за открытый и честный разговор. Они хотят этого, им это нужно. А когда мы отмахиваемся, когда вот мы погружаемся в сию минуту, в повседневность, и вот в заключении я бы сказал тоже, как бы вот встретились слова, они, наверное, не случайно слова встречаются нам, да, сказано было так, если мы не говорим с детьми о Боге, то очень скоро мы начнём с Богом говорить о наших детях. Мы начнём жаловаться Ему, начнём просить помощи и так далее. Поэтому сегодня о Боге, о нравственности, о Родине, да, в прямом и глубоком смысле этого слова, не сиюминутном, не с политической окраской. Это вечная земля, здесь тысячи, там, поколений, сотни наших предков здесь жили, и всё это делали, но в наших руках мы несем ответственность. Вот этот семейный разговор взрослых с детьми, разговор на равных и честный, и открытый, без такого разговора, чем раньше он начнётся, наверняка люди об этом думают и говорят, но, наверное, это пока ещё недостаточно. Поэтому говорим об этом, ставим эти вопросы. Мы образовательная организация, мы просветительская организация, мы продолжаем эту работу делать. Читайте газету «Украинский выбор». Готовится следующий выпуск, посвящённый теме молодёжи, политике нашей жизни и как нам установить этот диалог. Спасибо. Спасибо.